А теперь одержим я идею новой, проявляя внимание к нуждам села. Я скрестить собираюсь собаку с коровы, чтоб сама бы паслась и других бы пасла. У нас в гостях Борис Бурда из Одессы. Он знаменит многими своими ипостасями. Мы постараемся в этой передаче о них поговорить. А сейчас я хочу начать наш разговор с того, что задать Борису такой вот, может быть, неожиданный несколько вопросов. Я знаю, что разница в возрасте твоих детей очень большая, почти 20 лет. И, наверное, понимаю, почему это происходит. Ты человек знаменитый, а знаменитый человек обязан как-то поменять семью, обзавестись новыми детьми. Это как принято, мы знаем очень много примеров. Как это обязан поменять? Почему поменять? Завести еще одну. У меня первая жена чудесная, умница, очень хороший человек. Вторая прекрасная. Третья, я уверен, будет еще лучше. Скажи, пожалуйста, раз уж мы заговорили о семье, а сам ты из какого сословия? Мы тебя наблюдаем все время таким умным. Ой, недавно узнал. В свое время моему нигде я работал, стали давать дачные участки в селе Бурдовка. Тут-то мне отец и рассказал, что именно в нем жили наши предки и пахали землю. Так что я, получается, из крестьян. Вот так-то. Ну и неудивительно, 19 лет работал в системе Госагропрома СССР. Но мама с папой тоже возделывали землю? Или они уже занимались? Даже к дачному участку не подходили. Папа служил в армии, потом работал инженером. Мама врач. А она, не знаю, целый район, можно сказать, приняла. На руках вот так вот носила. И до ума довела она. Врач-педиатр участковый. Это же каторга. Иногда на улице встречает. Ой, вы сын Елены Борисовны, передайте ей, пожалуйста, привет. Привет, я еще помню, была вот семимесячная, родилась килограмм 300, а в тетке килограмм 130. Мои родители были последнее поколение благополучных семей. Вот вспомни, наверное, у твоих родителей полная семья, у родителей знакомых. А вот я, брат и сестра, у всех уже по второй попытке. Семья ломается традиционная, на наших глазах, как доска у нас на голове. Я как-то вот так даже песню об этом написал. Монолог самостоятельной женщины. Жизнь меня била, да не убила. Что еще жду от нее, а Бог весть. Мужа не нужно, спасибо, было. Друга не нужно, спасибо, есть. Есть и работа, и даже квартира. Как я добыла их не для придир. Все, что хотела, брала и за все заплатила. Только боюсь, исчерпала кредит. В доме мужчину держу уже год. Я ведь на синий чулок не похожа. Масса знакомых не меньше, чем сто. Всем в общем нужно одно и то же. Ну, предположим, а дальше что? Кто поприличнее, мямля и тряпка. Кто порешительней, полный балбес. Грош головами в цена, без андатровой шапки. Я уж побуду сама по себе. Вася, куда ты так рьяно на старт? Ах, я забыла. На улице Марк. Что за мужчины пошли? Ну и слякоть стоит для смеха любого прижать. Что вытворяют? Могут заплакать и заявляют, что мне решать. Мне это тоже проходит недавно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда-то мы с моими друзьями обсуждали, кто чем занимается в авторской песне, кто из какого города. И возникает такое ощущение, что формально, ну, вроде бы, на первый взгляд, все все знают. Но когда я спрашиваю, а вот этот человек из какого города и какое заведение окончил, не знаю, да, хочу тебе задать этот вопрос, из какой ты сам среды, вот, в своей профессии, в своих друзьях. Ну, это вопрос сложный, и самое главное, все равно никто не поверит. Я недавно по электронной почте письмо получил. Спрашивали о каком-то специальном вопросе про одного вавилонского царя. Ими называть не буду. Ты мне строго-настрого запретил говорить слишком умные слова. Так что не буду. Так вот, я отвечаю, что я ведь не востоковед, не знаю. Как мне пишут? А мне говорили, что вы известный востоковед. А некоторые спорили, говорили, что вы резидент ГРУ на пенсии. А другие, которые говорили, что вы не летающий космонавт. Еле я уверил человека, что я обыкновенный инженер теплоэнергетик. Вот 19 лет работал, занимался автоматизацией сахарных заводов, командировки, поездки, все такое. Но вообще говоря, моя среда сейчас, это не это. Это, как теперь говорят, тусовки, есть такое модное слово. И КСП, хотя времени на него осталось меньше. КСП тебя очень хорошо знают, так что не сбрасывай это со счета. Боже упаси, никогда не сброшу. Знаешь, если вдруг припирает, я звоню знакомым КСПшникам. Помощи проще всего дождаться именно там. Это замечательное свойство нашей тусовки. А сейчас у меня есть и другая такая среда. Что, где, когда. Ну, что, где, когда. Очень интересные люди. Хотелось бы узнать просто, а откуда приходят, вот, в это высоколубое сообщество, откуда приходят люди? Ой, да откуда угодно. Программистов помню, психологов помню, полковника помню, доктор богословия есть. Все, откуда угодно. Знаешь, есть такая латинская поговорка. «Спиритус, флят, убивульт, дух веет, где хочет». Что интересно, нужны незнания. Хороший вопрос, это вопрос, о котором ты ответ не знаешь, но догадываешься, потому что все знания необходимые есть. Я когда-то объяснял, для меня хороший вопрос, это вопрос, который не берешь, а потом тебе говорят ответы, говоришь, господи боже мой, как же я не догадался. Да. Боря, я с большим удовольствием в свое время слушал и смеялся, и рассказывал друзьям про песню «Выпускник физмат-школы». А, ну это же моя среда, как же без этого. А ты закончил именно физмат-школу? Ну как, у меня школа была замечательная. Со мной за одной партой сидел лауреат государственной премии России по ядерной физике. Сзади за спиной чемпион мира по шахматам, правда, среди студентов настоящий чемпион. А где-то вот так вот классом выше училась, она старше была, Наташа Гвоздикова, нашей рожденной революции, с которой мы играли вместе, а она пела, я играл в школьном ансамбле «Мажор». Сразу не узнаешь, что почем, Жизнь-то бьет ключом, то кирпичом. А в нашей физмат-школе не знали мы тем более, Никуда впадаем ни за чем-то в чем. Сколько знавших алгебру на пять, Шли ее в торговлю применять. В чулан добычу сложит, и там ее умножит, И ни с кем не делит то, что смог отнять. А девчонки наши, черт возьми, Обросли мужьями и детьми. К долгам прибавит траты, и вычисит зарплаты, И вся простая математика семьи. Вспоминаю всех, дрожу как лист, Стал за складом Вася, медалист. Приемщик Тары Славка, Маринка за прилавком, Илья Пихтовчик, Иннокентий, футболист. Если б нам волшебник, добрый гном, На балу поведал выпускном, Вещими устами, что с нами всеми станет, Мы назвали бы его в глаза луном. Только мне не надо ни шиша, Инженером быть велик душа. Менять мое призвание, не вижу основания, У меня супруга брикматерша. Что тебя привлекает в самом жанре? Что тебя удерживает? Все-таки этот жанр для тебя обладает какой-то притягательной силой авторская песня? Знаешь, Костя, я, наверное, очень хороший слушатель. Я очень люблю этот жанр, Причем самые разные его стороны. И вот настолько люблю, что просто хочется тоже попеть. Просто хочется. Это не объясняется рационально. Барды, они же как птицы, Вот так вот поют себе от души. И не ждут, что их за это кто-нибудь покормит или подстрелит. Да, это соответствует одному из лозунгов нашей передачи. Мы говорим таким образом о глухаре, который поет. И во время пения абсолютно обо всем забывает. На такую его можно просто поймать голыми руками. А если бы ты выбирал тематику интервью, о чем бы ты говорил с журналистами? Что самому тебе хочется, чтобы у тебя спросили? Знаешь о том, что сейчас происходит в странах и в мире? Знаешь почему? Потому что это достаточно трудно. Кстати, это испытание, которого не выдержали многие барды. Когда всем было ясно, где враг, вот, пожалуйста, вот она власть, которая не дает петь, которая ничего никому не дает и так далее. Все хорошо. А сейчас, когда в обществе есть разные мнения, как многие стали бояться спеть то, что кому-то не понравится, причем не какому-нибудь инструктору, а какой-то части публики, которая на концерт ходит, которая деньги платит. Это, по-моему, ужасней. И это более сильное давление, чем любое полибюро. А может быть, просто все определились по своим интересам? Люди, склонные к написанию сатирических песен, их всегда ведь не так много было. Пишут сатиру, лирики пишут лирику. Ни настоящей сатиры быть не может. Все вот такое рабочее за тебя газеты уже сделали. И теперь многие должны как бы исчезнуть, сменить профессию, заниматься честным трудом, что не всем, естественно, нравится. Ну что же делать, мои милые друзья? Признаться наше положение очень сложно. Мы так учились петь о том, о чем нельзя. Так что же делать нам сейчас, когда все можно? Поймите правильно, мы все, конечно, за. Но ярок свет ослеплены мы по неволе. Зрачки расширены, привыкли к тьме глаза от слишком долгого сиденья в подполье. Кто лезет чуть ли не в эстрадное ревю к гигантским сценам, к всесоюзному экрану. И там теряется, подобно муравью, что очень страшно, но нисколечко не странно. В других вопит из душ невыдавленный раб. Мол, обалдуй, как же вы еще не вникли? Мы все раскроемся, и тут нас цап-царап. Чем было плохо, мы и так уже привыкли. А как писать, чтоб пересилить этот шок? Кто был труслив, кто был криклив, сошли и скисли, а вы б попробовали. Просто хорошо. Прошу прощения за странность этой мысли. И не кликушествуя, и не лебезя, и зная, что кидаться в крайности несложно. И все равно найдется петь о чем нельзя, причем и в наши времена, когда все можно. Несколько слов о неожиданном повороте, который произошел в деятельности, в активной кипучей деятельности Бориса Бурды. Я хочу сказать, что мы были весьма удивлены твоими кулинарными изысками на одесском телевидении, на украинском телевидении. И я-то говорю это только потому, что я не поверю ни на секунду, что ты с детства любил готовить, что сколько ты себя помнишь, друзья у тебя обедали, что все родственники и друзья твоих родителей с пяти лет хвалили, там, с твоих пяти лет хвалили твои пельмени. Ну не с пяти, но чуть позже. Чуть позже. Все было очень просто. Моя первая жена не умела готовить абсолютно. Какой был выход? Или умереть от язвы желудка, или развестись, или просто договориться. Это стирает и гладит она, а на кухню без моего разрешения не заходит, убьют. И вот так вот, девять лет, пока были женаты, кормила ее и себя, и сына. И вдруг потом оказалось, что это интересно еще кому-то. На нашем телевидении тоже уже много людей, и много артистов отметилось вот на этом поприще, и ты пошел по этому же пути, потому что ты был первый на Украине, никогда не поверю, там же любят готовить. Нет, там была масса ведущих, но вот как ни странно, ход хороший, но нужно что-то еще. Конечно, правильно говорил один американец. Для того, чтобы тебя узнавали на улицах, нужно 40 лет заниматься живописи, или 30 лет музыкой, или 20 лет играть в театре, или 10 лет играть в кино, или месяц читать рецепты по телевизору. Это правда. Но, знаешь, нужно и что-нибудь еще. Прочие кулинарные передачи как-то такой популярности не пользуются. Это связано, наверное, с многими обстоятельствами. А я же просто пока готовлю, я же столько рассказываю и этих продуктов, и о этом блюде, и стране, в которой блюдо родилось, и вообще, что в голову придет. Наверное, многим это интереснее, чем рецепты, хотя рецепты тоже ничего. Мы около памятника Дюку. Мы в Одессе. Куда же мы сейчас пойдем? Я, конечно, в таких случаях иду на привоз. Вы не смотрите, пожалуйста. Вы слушайте. Слышите этот звук? Вот так хрустит правильный соленый огурец. Итак, главный ингредиент этого царя супов на хорошую кастрюлю это два солененьких огурчика. Ни в коем случае не маринованных вот таких упругеньких, тверденьких, пахнущих листом, рассолом, хрустящего от огурчика. Так я и знал. Испортил огурец. Да, сравни, пожалуйста, для наших зрителей украинскую и российскую кухню. В чем ты видишь главное отличие? Главное отличие в том, что его практически не существует, кроме климатического. Украинская и южно-русская кухни очень похожи, да и не могут быть не похожи. Я не хочу вдаваться в кулинарные тонкости, просто могу сказать, что главное отличие такое, что когда русский ест какое-то вкусное блюдо украинской кухни, он говорит, ну хорошо, ну здорово. А когда украинец ест какое-то вкусное блюдо русской кухни, он говорит, ну дуже гарно, ну дуже смачно. Правда, вот сейчас мне хочется спеть песню, не имеющую отношения к кулинарии, а скорее имеющую отношения к моему родному городу. Я думаю, что одесситу все равно же не позволят не спеть песню об Одессе. Так вот, эта песня основана на неком случае, который действительно имел место в моем родном городе Одесса. Она так и называется случай. Начальник народной дружины обрадовал грады и веси, что будет теперь не до жира одной из древнейших профессий. Сказал он, раз дамочкам энтим их облик моральный недорог, мы будем их вешать на стенде. Такие позорит наш город. Дружинники там этих знали, по службе, конечно, мир тесен, и сотен с трудом отобрали, для стенда потребные десять. Конечно, повесили фото с фамилиями, с адресами, потом номера телефонов дописывали они сами. И к стенду тому каждый вечер мужчины стремились потоком, созванивались о встречах, справлялись о ценах и сроках, и адрес записывал кто-то, а самые шебутные по-черному крылья, что фото одетые и нецветные. И вот не прошло и полгода, как поняли некие дамы по быстрому росту дохода огромную пользу рекламы за место в заветной десятке, несущие рост клиентуры давали дружинникам взятки деньгами, вещами. Но с миром преступным контакты напрасны их срок быстротечен и всплыли позорные факты продажи доходных местечек приперли дружинников к стенке был суд справедливым и скорым их фото украсили стенды такие позорят наш город скажи пожалуйста Боря а например просто профессионально писать тексты песен скажем диалоги в фильмах сценарии я не разобрал ты бы ты вот не разобрал ты меня сейчас обидеть хочешь то есть то что я делаю я делаю непрофессионально мне кажется просто не важно где трудовая книжка лежит если ты не спрашиваешь почему я не сделала своим основным занятием отвечу потому что я легкомысленный одессит потому что я разбрасываюсь потому что я хочу все сразу город такой Одесса понимаешь это ведь особая творческая атмосфера моя первая жена работала в Одесском литературном музее и как-то принесла вот такую толстую тетрадку с именами всех писателей имеющих отношение к Одессе знаешь что там есть Драйзер Сименон Сараян я его сам слушал я ей сказал выбрось эту тетрадку возьми почтовую марку и запиши тех кто к Одессе отношения не имеет но ты знаешь есть одесское проклятие говорят что кто-то за какой-то грех Одессу проклял люди рождаются в Одессе приобретают там все свои таланты а знаменитыми должны становиться где-то еще в Москве в Питере в Нью-Йорке ну и как я понимаю раз уж мы говорим об Одессе и песня тогда сейчас прозвучит наверное Боже упаси москвичи и питерцы уже написали столько песен как они говорят за Одессу что я уже соваться не решаюсь одна моя знакомая тоже коллега Бард мне даже сказала Боря ну какой же ты одессит ты не говоришь ща ты не говоришь или москвич какой-то не ругаешься даже она наверное очень высоко у меня не о москвичах вот а эта песня у меня действительно туристская а не одесская ну тебя можно назвать туристом в каком-то смысле путешествовать живешь там работаешь здесь но вот в турпоходы вот не ходил ни разу в жизни тем не менее вот написал вот такую туристскую песню в соавторстве с одним очень талантливым композитором он ведь даже не член союза композиторов но вот все равно он добился популярности он известен не только в нашей стране но и за рубежом более того он писал музыку не только для опер не только для песен но даже для мобильников вот такой Вольфганг Эмедей Моцарт знаешь у него есть такая песня про туризм она у него так и называется туристский марш не щадя гитар не леча катар в тишину врывается как нашествие татар мы наносим и по природе акустический удар забивай не трусь слуха не ты пусть знаем три аккорда но уж это наизусть а кто выучит четвертый тот и зазнается боюсь о чем мы только не поем хоть и хором каждый о своем кто о лесте кто и о дровах потому что дело не в словах их не разобрать стонет наш орать вроде ничего не на природе поорать если кто чего не понял мы споем мы поем про природу воздух воду лес озера про дороги тревоги руки-ноги дарю кузак и о том как туристам ненавистен каждый город в нем живем жутко мучась ну и учесть как же так распеваем каждые полчаса нам бы скрыться в горы до леса ванда кранов видеть не могу поскорей бы в тундру и тайгу зря будет печать надо бы начать телепередачу как быстрее одичать чтоб турвизские напевы в ней не могли звучать репо-дапо-тап репо-дапо-дапо-дап репо-дапо-дапо-дапо-дапо-дапо-дапо-дапо сантра тата татата тататата тата кажется сперва слушай слова что от этой чуши вяду уши и листва но теперь мы вас не спросим петь не бросим черта с два снови лиханжа гнева не сдержа врут в наших песнях что они без содержа тельным может быть а что же если нету терпеша С вами петь уж лучше по трамвай Нам чего попроще подавай Чтоб понять хватало наших сил Чтоб турист и тот сообразил Рывеньем горим, спеньем парим Мира тишины спасаем, словно гуси Рим Если кто чего не понял Мы и повторим Ря-па-та-па-та Ря-па-та-па-та Ря-па-та-па-та-па-та-па-та-па-там Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та В этой песне у меня всегда случаются Какие-то смешные истории Как-то раз вышел я ее петь В Москве это было В конце первого отделения Вышел и сказал Вы все идете на перерыв Пожалуйста, подумайте, помогите мне Я хочу спеть ее в Казани Посоветуйте, чем заменить третью строчку В тишину врываясь, как нашествие татар Ну вариантов принесли уйму Все в основном предлагали заменить слово татар на слово хазар Я сказал, не выйдет, такая песня уже есть Как ныне сбирается Вещий Олег И вот на Грушинском фестивале пою эту песню Потом ко мне подходит человек и говорит Я в феврале вас в Москве слушал Все это время думал, какой бы вариант вам подсказать Придумал, словно танк на тротуар И пошли варианты В Иваново было, как гусары в будуар В Кемерово, как в Намибию юар В Ярославле вообще, как рука под пеньюар В Якутске, как душманы в Кандагар В Новосибирске, как гурманы на кавьяр А самый замечательный, по-моему, был в Махачкале Ра-па-та-па-та Ра-па-та-па-та Ра-па-та-па-та-па-та-па-та-па-там Субтитры создавал DimaTorzok